Мы совершаем длительные поездки. Это расширение географической картины мира. Одно дело читать это по учебникам и по книгам, а другое дело самому исследовать. Вот эти знания позволяли уйти от сложных ситуаций, может быть, даже спасти жизнь. Ну, я говорил себе, ну, я не педагог. Да ну-ка, учителем работать. Меня интересует только география. Ну, как оказалось, у меня есть еще и способность к преподаванию. У меня легко получилось с детьми работать. И вот таким образом я остался именно в педагогической специальности и не ушел чисто в географическую науку. И вот это, наверное, здорово, когда человек может в нескольких стезях себя реализовывать. Потому что научная деятельность, ты можешь великолепно знать свой предмет, но ты не сможешь его изложить. Ты не сможешь передать вот эти знания. А только педагогическая деятельность, если только сосредоточиваться на том, как передавать знания, ну, ты не будешь знать глубины. Поэтому это очень удобно. Вот это сочетание ролей и ученого, и педагога. Петр Большанник, доцент кафедры географии и методики обучения географии Омского педагогического университета. В 1986 году окончил Омский государственный педагогический институт имени Горького. Позже работал в Омском институте сервиса и в Югорском государственном университете. Вернувшись в Омск в 2019-м, вновь стал преподавателем ОМГПУ. Мне кажется, что все-таки это вот способность, которая дается от природы. Я не знал, что у меня есть вот эти особенности. Я знаю методистов, которые прекрасно знают теорию преподавания, как правильно преподавать, но не могут реализовать вот эту теорию на практике. Я больше интуитивный педагог, то есть я чувствую слушателей своих и каким-то образом перестраиваю так свою методику преподавания, что легко нахожу контакт с той или иной аудиторией. Да, это может быть моноклинар. Непонятно только, почему у нас вдруг отложения осадочных волос выросли в виде какого-то ежика. Ну, горизонтально у нас всегда залегают породы, правильно? Да. Вы знаете, я в течение жизни менял разные виды физической активности, занимался велосипедом, длительные поездки. Причем я именно не спринтер, а стояр. Мне надо что-то длительное вот такое. которое хорошо настраивает. Теннис большой и настольный теннис. Но вот пришел, что лучше всего влияет на меня, по крайней мере на мой организм, цыгун неторопливый, медленный. Продумываешь каждое движение, каждое движение в голове проигрываешь, прежде чем совершить легкое дыхание. И очень хорошо влияет плавание. Самая моя дальняя дистанция – это 6 километров, но сейчас по 2 километра. То есть без остановок это происходит, вот такое движение. И вы знаете, оно очень эффективно. Это своего рода медитация. То есть я плыву, вот я когда настроился, вошел в стиль, когда двигаешься правильно, так, как нужно двигаться. И в это время освобождается голова от всех посторонних мыслей. Она контролирует вот это движение правильное. И в это время я могу открывать страницу своего учебника, который я сейчас пишу, и думать, так, вот страница вот такая-то, у меня здесь написано то-то, а надо добавить следующее и так далее. То есть я пока вот эти 5 километров плыву, я редактирую учебник. Потом прихожу только и уже вношу правку в компьютере. Мы совершаем длительные поездки со студентами или в экспедиции. Там иногда бывают очень тяжелые физические нагрузки, поэтому надо себя поддерживать в тонусе. Например, экспедиция на Приполярный Урал – очень тяжелая экспедиция. Там добираешься несколькими видами транспорта. Это речной транспорт, это авиационный транспорт. Потом по бездорожью – это просто вездеход, который сам прокладывает дороги, валит деревья и добирается до точки, которая необходима. И вот дальше мы пришли в точку, которая была, вы знаете, не обследована на геологической карте совсем – Белое пятно. И то есть там человек фактически эту территорию вообще не освоил. Никаких признаков, что человек вообще есть на планете. Мы не шли, а фактически перелазили через упавшие бревна, камни огромные. То есть это очень медленное движение идет для того, чтобы выдержать. И, конечно, тут физическая, так сказать, форма очень важна. Иначе можно и ногу подвернуть, и просто не дойти. Мы иногда забываем о том, что мы ходим по вот этим минералам. И значительная часть образцов этой коллекции – это те находки, которые были найдены буквально под ногами. Ну вот посмотрите, пожалуйста, аметист – это драгоценный камень. Очень красивые кристаллы здесь показаны. Это была большая жиода, то есть овальный образец. При раскалывании оказалось, что внутри него находится полость, которая выслана кристаллами аметиста. И вот эта находка – это Кольский полуостров, Мурманская область. И когда у нас была остановка туристического автобуса, я пошел посмотреть, а чем же сложены отвалы вот этой дороги. Местные минералы, их используют для отсыпки дорог при строительстве, и можно найти вот такие интересные образцы. Ну вот я хотел показать вам минерал «Змеевик» или «Серпентин». Вы видите, он такой полосатый, напоминает шкурку змеи, отсюда и название. Вообще, это горная порода, в которой чередуются несколько минералов. И вот эти вот прослойки более светлого цвета – это минерал асбест, который очень широко применялся раньше в быту. Рассказывают такую легенду, что Демидов решил продемонстрировать, что вот найден очень интересный минерал. Это минерал волокнистый, то есть если его взять, можно получить волокна, из них сткать ткань. И вот Демидов заказал сделать ткань из асбеста, белую скатерть. И когда Петр был в гостях, он накрыл стол, закрыл скатертью белой, значит, стол, яста всякие, и как бы случайно он переворачивает блюдо на этот стол, на эту скатерть. Выдергивает скатерть со стола и бросает ее в огонь. Петр удивился, говорит, ну зачем хорошая скатерть, можно было отстирать ее. А через некоторое время Демидов достает эту скатерть щипцами из огня, из камина, и показывает, что пища обгорела, а скатерть осталась нетронутая. Всегда думаешь о том, чтобы привезти что-то для своих студентов. Какие-то образцы. Из Египта везешь, например, палочку сахарного тростника, чтобы показать, из чего получают сахар. Был я в Якутии, мы туда возили студентов на практику, и я там постарался собрать местные минералы все. И даже был случай, когда я хотел набрать кимберлита, это порода, в которой встречаются алмазы. Но я думаю, ничего криминального не будет, если я привезу вот эту кимберлитовую породу для своих студентов. Попытался выйти я на этот карьер, тут же включилась сигнализация, тут же прожектора на меня во все стороны. Я позорно бежал с этого отвала. Ну и единственный, кого в аэропорту потом раздели полностью, это был я. Пришлось пожертвовать. Ну, все-таки часть минералов, которые не относятся к драгоценным, а вот такие интересные минералы я привез. Я 44 страны посетил. И тоже всегда пытаюсь посмотреть не только вот парадную сторону той или иной страны, а заглянуть заизнанку, как на самом деле живет народ. Это очень интересно, это обогащает тебя. Ты видишь не только туристическую сторону, где вот всех ждут вылизанные отели, прекрасные парки, а ты видишь, как на самом деле живет население. И вот, например, в Индии вот эти походы, посмотреть, как живет местное население, они иногда были просто страшными. То есть крупный город, крупная агломерация, например, Нью-Дель, то, что сейчас является столицей этой страны, и ты выходишь за территорию отеля, и асфальта уже нет. То есть это просто слой отходов, который лежит на улице. Это я еще приезжал в сухой период, а когда вот это все под влиянием сезона дождей всплывает, это, конечно, удивительно. То есть тут же могут лежать трупы, например, свиней раздувшиеся. Уровень гигиены поражает просто. И прямо на этой улице, где вот эти вот все нечистоты и так далее, могут тут же удалять у вас зубы, проводить стрижку прямо тут на тротуаре. Вот таким образом узнаем, что из себя представляет страна на самом деле, а не только в рекламных букетах. То есть узкий между двумя разломами прогиб, который сперва испытывал опускание, а потом, ну, по крайней мере, вот в этой части он испытывал большое поднятие, два раскола параллельных, два разлома. Он очень много путешествовал и может рассказать какие-то интересные факты и даже просто как люди ведут себя в той или иной ситуации во время какой-то экспедиции или просто на экскурсии. Человек сплошное путешествие, поэтому каждая страна – это отдельная история. Это расширение географической картины мира, чтобы я сам все знал. Одно дело читать это по учебникам и по книгам, а другое дело самому исследовать. И у меня был такой закон, сам я себе его выдумал, это обязательно в конце дня открываю свою записную книгу и я записываю впечатления всего дня. Иногда даже вот просто уже глаза закрываются, ты уже начинаешь дремать, но тем не менее механической рукой ты записываешь. Новая страна, новые впечатления, причем их очень много, и события нового дня полностью стирают события предыдущего дня без закрепления. Даже я приезжаю из путешествия, я открываю первый день и говорю, надо же, у меня же действительно вот это было, я уже это забыл. То есть с одной стороны я обогащаюсь сам знаниями и всегда уже подсознательно я думаю. Вот это я увидел и вот это я расскажу. Студентам. В 1979 году мне попался вдруг коробок спичек совершенно другого вида. Тогда были типичные советские спички, фанерные, оклеенные синей бумагой, вот у меня некоторые образцы до сих пор есть, с коричневыми головками. И вдруг мне попадается коробок, это экспериментальная спичная фабрика в городе Балабаново, где красные головки были. Меня так это поразило, я думаю, надо же, оказывается, может быть, другое зажигающее вещество. И я его оставил. И фактически буквально через полгода у меня была поездка в Абхазию и там попадается коробок с голубыми спичками. Я подумал, вот это очень интересно. Разные территории, одно и то же изделие, а совершенно разный вид. И я их стал сохранять. А уже в тот период, когда появилась возможность ездить за рубеж, вот эти путешествия по разным странам, я, конечно, из каждой страны стал привозить вот эти спички. В целом сейчас у меня в коллекции более 60 стран спичечных коробков. То есть потом уже стали привозить мои друзья, мои ученики, зная, что я собираю вот такую коллекцию, стали привозить разные экземпляры. Каждый спичечный коробок, он четко говорит о том, какая это страна. Вы посмотрите. Вот, например, небольшой коробочек кубинский. Маленькие такие худенькие спичечки. Что это за спички? Ну, на Кубе нет древесины. А остров ведь долгое время развивался изолированно. Были слабые международные контакты. Где брать древесину? Они стали производить древесину из того, что у них есть. А что у них есть, это сахарный тростник из вот этой тростниковой бумаги. И если мы ее подожгем, вот эта бумага разворачивается в тонкий такой пергамент. Есть самые дорогие с удивительным путем. Они произведены в городе Харбин. Харбин – это северо-восток Китая. Это русский город на китайской восточной железной дороге. Мы ее строили. И Харбин долгое время был местом, где жили русские железнодорожники. А в 1935 году советское правительство разрешило им вернуться на свою историческую родину. В том числе в Омске они остановились. В это время ремонтировали Омский драматический театр. Ну, видимо, несколько коробков у них попало внутрь стены. И когда ремонтировали Омский драмтеатр заново, вот эти коробки нашли, уже знали о мече, что я коллекционирую спички. И вот таким образом спички попали ко мне в руки. Он дает очень дельные советы в плане преподавания, каких-то интересных, нестандартных ситуаций, которые могут возникать у начинающего преподавателя. Он отличный практик, потому что одно дело, когда теоретически рассказывают какие-то основы, в частности географии. Другое дело, когда он зовет с собой на полевые практики и в буквальном смысле на местности показывает и рассказывает вот эти самые основы. Это очень интересно. Мы выбираемся на местность и проводим полевые исследования. Это кладезь знаний, потому что куда бы мы ни пришли, он знает абсолютно все. Почему именно так здесь такая растительность, такие формы рельефа? Он проводит интересные экскурсии, берет какое-нибудь растение, рассказывает историю о нем если это съедобное растение, обязательно накормит им, даже если не совсем оно съедобное. Поэтому с ним не соскучишься. Шайтана. Хорошо, болото почему-то образовалось. Здесь? Сиданские, да. Пожалуйста. Почему оно образовалось? Некуда уходить. Некуда уходить, у нас столько нет. В этой части совершенно нет столько, поэтому образуются вот такие обширные пространства, заволоченные. Ну, наверное, надо привести примеры, когда вот эти знания позволяли уйти от сложных ситуаций, может быть, даже спасти жизнь. Однажды была такая ситуация, что у меня в горном походе был молодой человек, который натер себе ногу. Я еще утром предупредил, говорю, надо одевать ботинки сегодня, сегодня кроссовки не подойдут, длинный тяжелый маршрут будет. Мы вышли в горную тропу, было нас 30 человек, и вот узкая горная тропа, по которой невозможно встать в виде лагеря. То есть идем только в затылок друг к другу. И вдруг, вот этот, представляете, за мной выстраивается вот такая длинная полоса, и вдруг я слышу, он говорит, я ногу натер. Я думаю, ну я об этом предупреждал. Он говорит, ну мне же нельзя, я же гемофилик, то есть человеку, у которого не свертывается кровь. Я в трех днях пути от населенного пункта, даже не от больницы, а просто какой-то населенный пункт, где есть люди. Откуда что-то можно увезти его куда-то? Я его не могу моментально доставить. А что такое? Ведь это маленькая ранка, и кровь начинает вытекать. Это очень опасно. Вы представляете, такая экстремальная ситуация, я просто иду по тропе, за мной вот выстроились люди, и голова начинает лихорадочно думать, что в этой ситуации сделать, как поступить. И сработала вот эта память, архивы, и я кричу, мы прошли, справа был гриб-дождевик, сорвите, передайте мне. Слышу, удивляются, мы грибы будем собирать по дороге? Но передают. И как только мы дошли до того места, где можно было остановиться, встать, я привязываю вот этот гриб-дождевик к ноге. Травмированный гриб очень хорошо помогает для, именно дождевик, для остановки крови. Ну вот эти знания, они выручат всегда. Или другая ситуация, тоже в длительном маршруте, когда мы далеко от населенных пунктов, подходит ко мне завхоз и говорит, а у нас продуктов нету на один день. 30 человек, нет продуктов на один день. Куда они пропали? Как потом оказалось, наивный один участник вот этой экспедиции, он просто решил оставить в камере хранения не только чистые вещи, которые не нужны в походе, но и продукты. Зачем нести-то? Их тяжело же нести. В результате 30 человек, день, я уже начинаю как-то думать, как, что, какие, я обхожу вокруг лагерь и смотрю, что я могу из дикоросов использовать для того, чтобы накормить 30 человек. А они молодые, организм требует еду. И вот, ну, нашел немножко щавлянь, нашел немножко дикого чеснока, ну, это все небольшие количества, хотя они пряные, и уже хорошо. И нашел огромные гигантские заросли того растения, которое сейчас говорят, ой, это ужасное растение, борщевик. Но борщевик не Сосновского, который пришел с Кавказа, а наш борщевик, борщевик обыкновенный. Я привожу студентов, я объясняю, что с борщевиками мы ерем, как обрабатываем его. В результате мы на 30 человек приготовили огромный таз, салат с вот этими добавками. И студенты сказали, ну, мы ничего вкуснее в жизни не ели. то есть вот эти знания, знания территории, что можно найти, что можно использовать, они позволяют выжить. с ним очень легко общаться, хоть и на первый взгляд он может показаться суровым преподавателем, но на самом деле он к каждому студенту относится с пониманием и с добротой, и очень понятно и наглядно объясняет весь материал, что мы запоминаем это надолго. к тебе приходят первые курсы, ты сразу же его диагностируешь, что они из себя представляют, какой у них уровень знаний, как ним давать. И поэтому уже в зависимости от этого каждое занятие я разрабатываю заново, что-то меняю, меняю, может быть, местами вот эти занятия, в какую последовательность те надо давать. Вы знаете, я хочу вам привести пример может быть, наиболее такого сложного для меня опыта преподавания, который я вот недавно прошел. В прошлом году и в этом году меня приглашали преподавать в Бухарский государственный университет в Узбекистане. Это не русскоязычные студенты. Если в прошлом году у меня еще были там студенты, хотя бы третья часть из них могли говорить по-русски, что-то отвечать, то в этом году было вообще чисто узбеки, которые, ну, какие-то отдельные слова знают, но отвечать, по крайней мере, говорить по-русски вообще не могли. То есть я на доске рисовал различные географические задачи, которые и они в том числе будут у себя решать в своей стране. И говорю, а как решить? Они обсуждали горячо между собой, потом кто-то из них отвечал. В этом году они отвечали мне на узбекском языке. Я говорил, правильное решение, неправильное решение. То есть здесь уже начинаешь понимать даже другой язык, несмотря на то, что ты его не знаешь, но по каким-то отдельным словам ты понимаешь, догадались они, правильно решили вот эту задачу или неправильно. У меня есть ученики, ученики не просто у которых я преподаю и веду дисциплины какие-то, но и индивидуальные ученики, это аспиранты, с которыми занимаешься лично и в общем-то есть чем погордиться. Ну, например, вы знаете, иногда бывают вот такие письма, приходят по электронной почте и думаешь, ну надо же. Например, письмо из Египта пришло и мне пишут, я сегодня проезжала по пустыне и видела флаговое дерево и я вспомнила, как вы нам это рассказывали на занятиях. Я думаю, боже мой, неужели я все это рассказывал? То есть часто бывает такое, что они что-то вспоминают и вот увидели в жизни это. Или, например, гордость моя, это дипломница, который длительное время проработал в правительстве одного из Эмиратов Объединенных Арабских Эмиратов. Это очень высокий уровень. Вот, конечно, такими учениками гордишься. Мне кажется, это индивидуально. Это индивидуально. У каждого будет своя фишка, чем он будет удерживать внимание. Кто-то может подавать себя в классическом стиле. Кто-то может подавать себя в стиле вот такого брутального географа-проходинца, который очень много прошел и так далее. У каждого своя изюминка. Пусть они сами ищут. А давать вот эти советы, чтобы люди пытались себя всунуть вот в этот шаблон, наверное, не стоят. в этот шаблон. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры Алексею Дубровскому!